Цветовая гамма новогодних украшений в этом году четко определена. Все в белокрасных тонах. В год 70-летия Победы встречать Новый год предложено, используя именно такую палитру. А еще наполнить город множеством красных звезд. Главное событие этого года, конечно, мир. Итак, мир 2015. Мы подготовили специальную программу по размещению рекламных баннеров. Отрисованы мировые объекты, которые являются привлекательными архитектурными визитными карточками разных стран. И в этом ряду, в этой галереи находится город Сочи. В эти дни только началось украшение витрин магазинов, лестниц главных входов, торговые помещения и рестораны. Мы уже начали украшать наш торговый центр с внешней стороны и внутри, чтобы порадовать наших покупателей праздничным нижним видом. Распоряжение украсить все торговые объекты и улицы поступило от главы города Анатолия Пахомова, который уверен, что в Сочи после Олимпийской зимы приедет много туристов. И в праздничные дни они, как и в прошлом году, должны почувствовать себя не в обычном городе, а в городе сказки. Мне нравится, когда витрины у магазинов украшены, так как это создает новогоднее настроение. Если витрины украшены, то это будет смотреться и празднично, и по-новогоднему. Я думаю, что лучше, конечно, украшенные витрины. В течение этой недели все предприниматели должны последовать примеру тех, кто уже украсил заведение торговли из санаторно-курортного комплекса. И не только украсил, но и сделал оригинальную контурную подсветку. Подсказать оригинальные идеи готовы в мэрии. Над эскизами работают художники. В этом году администрации города объявлен конкурс на лучшие новогодние оформления, и в январе специальная комиссия подведет его итоги. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.